Маленький кусочек нашей с вами сегодняшней встречи посвящен вот части, одной маленькой части, относящейся к основам сетей, сетевым операционным системам и практике Wi-Fi. Значит, я решил на этом семинаре побеседовать с вами о технологиях разрешения имен. Поэтому все красиво, вот здесь вот будете, ну красиво это я неправильно говорю, все здесь будете вычитывать текстом, я буду сейчас чуть-чуть покороче своими словами рассказывать. Все мы прекрасно с вами знаем, что любая фактически сейчас операционная система, которая устанавливается на компьютер, я сейчас говорю о компьютере, который устанавливается в первую очередь на компьютер какого-то конечного пользователя. Мы сейчас пока не говорим там с вами о сетевых операционных системах, о серверах и так далее. Тем не менее, все эти операционные системы, они системы сетевые и соответственно подобные операционные системы дают возможность компьютеру работающему под управлением этой операционной системы работать в компьютерной сети. Для того, чтобы один компьютер в сети от другого отличать, каждому компьютеру в сети присваиваются некоторые идентификаторы, имена, адреса и так далее. Мы с вами сейчас не будем говорить о всем наборе тех идентификаторов, которые присваиваются к компьютеру в сети, чтобы один от другого отличить можно было. Но начиная от того, что присваивается на уровне физики, придете ко мне на курс, я вам там об этом подробнее расскажу. Начиная от MAC-адресов, то, что работает на уровне физики, на уровне канала, передачи данных. Ну и заканчивая теми символьными, очень часто интуитивно понятными именами, которые каждому компьютеру присвоиваются для того, чтобы человек, обращаясь к соседу, использовал вот это интуитивно понятное символьное имя. Я хочу напомнить, что в современных операционных системах используются две системы присвоения компьютерам имен. Это, ну давайте скажем так, достаточно древняя уже система, которая называется NetBIOS, и та система, которая NetBIOS в конце концов точно совершенно убьет, это система, которая называется DNS. Но тем не менее, пока еще две системы присвоения имен компьютерам используются, и вообще говоря, эти две системы, они независимы друг от друга. Давайте вспоминать. Вот вы устанавливаете, ну давайте я буду в первую очередь говорить все-таки на основе, на примере операционной системы Windows. Давайте вспоминать. Мы с вами устанавливаем операционную систему Windows, и нас с вами. Вот во всех системах, исключая Windows 10, в Windows 10 этого не происходит. Во всех более ранних версиях системы у нас появлялось диалоговое окошечко, нам говорили. Система с сетей ОРС, компьютер надо один от другого отличать, чтобы ваш компьютер отличить от другого, присвоите ему какое-то имя. Это символьное, причем набор каких-то символов, Вася, Петя, Маша, Даша, и мы присваиваем им вот такое имя. Вот это имя, которое мы присваиваем при установке операционной системы, носит название, ну так скажу, имя компьютера или же имя хоста. Еще термин хост в сетевых технологиях в сетях очень часто используется. В нашем с вами понимании сейчас хост. Хост это кто такой? Это компьютер, это устройство, которое можно отдельно от всех других адресовать в сети. То есть это устройство, которое имеет отдельный адрес, к которому можно по этому адресу, по этому идентификатору обращаться. Потому и говорят, имя хоста или же имя компьютера, то, которое мы во время установки системы присваиваем. И на основе вот этого имени автоматически в системе формируются и так называемые NetBIOS имя, и на основе этого же имени хоста присваивается так называемые NetBIOS имя. Ну начну с более древнего имени, то, которое называется NetBIOS. Вообще сам термин NetBIOS, ну если совсем-совсем коротко, с точностью до идеи на пальцах. Net это сеть, BIOS это что? Это базовая система ввода-вывода. Это набор каких-то программ. Это набор сетевых программ, которые можно было использовать для того, чтобы писать какие-то сетевые приложения, дающие возможность компьютерам связь по сети установить и обмениваться информацией. Своего рода библиотека стандартных программ. Не надо каждому программисту изобретать каждую конкретную функцию. Все это было написано, и программисту давалась возможность просто эти готовые модули в своих программах использовать. Коллеги, с точностью до идеи понятно, о чем говорят? Так вот, программист просто набирал соответствующие функции, готовые программы, таким образом он сетевое взаимодействие обеспечивал. И вот в этой системе, в NetBIOS, компьютеру надо было присвоить имя, причем, коллеги, даже не компьютеру, какому-то сетевому сервису, какому-то сетевому сервису надо было присвоить имя. Это имя состояло из 15 символов, вот этих вот, которые мы сами могли присвоить. 16 символ назначался автоматически, 16 символ, вообще 16 длина этого имени. 16 символ определял тот сервис, который соответствующий имя в системе будет использоваться. И тебе может быть не очень понятно, давайте послушаем меня еще чуть-чуть, сейчас чтобы попонятнее было. Вот у нас компьютер, который работает в СИКИ, он может обращаться к другому компьютеру, чтобы какие-то ресурсы другого компьютера использовать, потреблять их? Может. Наш компьютер будет играть роль клиента. Он обращается к какому-то другому компьютеру, чтобы ресурсы, предоставленные этим другим компьютером, потреблять. Наш компьютер клиент. А тот, который дает мне эти самые ресурсы, вот тот второй компьютер, к которому я обращаюсь, он кто будет? Он будет сервер. Тот, кто предоставляет ресурсы, тот сервер. В сетевой операционной системе как минимум два вот этих сервера, сервиса, извините, должны быть реализованы. Сервис сервера, сервис клиента. И каждому из этих сервисов надо присваивать имя. Так вот, это имя в 15 символах для всех одинаковое, а 16 символ отличался. Я вам чуть-чуть попозже, давайте прямо сейчас покажу. И, коллеги, давайте чуть-чуть попозже, а то я сейчас просто потеряюсь в обилии этих своих слайдов. Извините. Чуть раньше времени, а вот, все-таки увидел. Вот, посмотрите. Все компьютеры, все сервисы называют гестоп-гестоп. А дальше 16-ти личный ноль. Оказывается, вот этот 16-ти личный ноль означает, что это сервис клиента. А вот этот 16-ти личный 20, а это сервис сервера. А эти два сервиса обязательно присутствуют. То есть, вот эти NetBIOS имена, они присутствовали изначально, очень-очень давно, в самых первых древних операционных системах. И NetBIOS имена в современных системах как раз-таки, еще раз, для чего в первую очередь использоваться будут? Ну, чтобы совместимость вот с этими древними возможностями. Если программер, ну, вообще говоря, программеру, то современному никто же не запрещает использовать NetBIOS для написания какой-то сервиса, какой-то своей сетевой программы. Если он будет использовать этот NetBIOS, значит, он будет это средство и, соответственно, эти имена использовать. То есть, все зависит от программера в итоге. Вообще, от программера все зависит, о чем мы с вами говорим, говоря о современных операционных системах. Ну, то есть, NetBIOS имена, они постепенно уходят в никуда, но, тем не менее, NetBIOS имена, они, вообще говоря, присутствуют и используются. И у нашего компьютера NetBIOS имена есть. Вторая система имен, которая используется современным компьютером, называется DNS. Доменная система имен. Компьютеру в такой доменной системе имен присваивается доменное имя. Вообще, в основе доменной системы имен лежит понятие домен. Что такое домен? Опять, вот давайте с точностью до идеи, с точностью до смысла буду объяснять. Домен – это группа компьютеров, группа хостов, имеющая уникальное имя. Кто, по какому принципу, по каким признакам какие-то компьютеры в домен определяет, то есть, не определяет, а включает в какой-то домен. Но от создателя этого домена зависит. Вот я бы мог сейчас, вот в этом комплексе, где мы с вами занимаемся, для каждого компьютерного зала взять и сформировать вот такую логическую группировку компьютеров и назвал бы домен компьютеров, который находится в аудитории B5, доменом B5. А каждому компьютеру в домене B5 я бы присвоил, создаю домен, группу компьютеров, называю домен B5. В этот домен входят все компьютеры, расположенные в аудитории B5, и каждому компьютеру здесь начинаю присваивать имя. Хост первый, хост второй и так далее. А домен аудитории B5, в свою очередь, будет сходить в домен более высокого уровня иерархии, но это будет домен центра компьютерного обучения, вот здесь вот, в этом комплексе, на улице Бауманской. И вот такая вот иерархическая система именования компьютеров в сети получается. Чтобы доменное имя получить в итоге, надо пройти вот это дерево так называемых доменных имен снизу вверх, начиная от какого-то конкретного компьютера. Все попадающиеся по пути доменные имена перечислить и отделить их одно с другого точками. Идея понятна? Реализация этой идеи в интернет, в основе лежит понятие корневой домен. Корневой домен имеет имя, точка, которую нам разрешают не указывать. В корневом домене создают домены первого уровня иерархии. Таких доменов первого уровня иерархии два основных типа, организационные домены, ком, коммерческие организации, еду, образовательные учреждения и так далее. И домены географические, ну, РУ, Россия, УК, United Kingdom, Украина тоже не объявлена, ОА будет и так далее. В домене первого уровня создаются домены второго уровня, То есть доменная система имен представляет собой вот такую иерархическую древовидную систему именования компьютерной системы. Чтобы доменное имя нарисовать, что надо сделать? Надо по этому дереву пройти снизу вверх, все попадающиеся по пути имена перечислить, а делить одно от другого точка. Последнюю точку, соответствующую корневому домену, в имени можно не ставить. В каждом домене создается специальный компьютер, специальный компьютер, который называется DNS-сервер. DNS-сервер это компьютер, который хранит базу данных. Соответствие вот этих символенных имен, чему символи, интуитивно понятные имена, мы с вами используем на прикладном уровне, когда какие-то прикладные программы используем. Вот запускай браузер, мечтайки адреса браузера, мы что писать будем? Вот это доменное имя, www.spециалист.ru напишем, да? Мне так удобно. Или там, www.microsoft.com я напишу, а компьютер это моему, это имя, для того, чтобы установить связь с удаленным компьютером не нужно, мой компьютер будет работать под управлением стека протоколов, TCP, IP, это сейчас самый распространенный стек протоколов, и компьютеру что надо будет узнать? IP-адрес, соответствующий вот этому имени. Вот эта технология, которая позволяет по известному имени определить IP-адрес, это и есть разрешение имени. Мне удобно символьное, а ему нужен IP-адрес. Понятно? Значит, я в своей работе могу использовать два типа имен, имя NetBIOS и имя DNS, а ему все равно в любом случае нужен IP-адрес. Соответствующий либо указанному мною DNS имени, либо указанному мною NetBIOS имени. Вот этими технологиями мы с вами сейчас немножечко и займемся. Вообще в доменной системе имен существует вот такое понятие полное доменное имя. полное доменное имя. Помните, я сказал вам, да? Чтобы написать доменное имя, надо по дереву доменных имен снизу вверх пройти. Начинается все с имени какого-то хоста, какого-то компьютера, к которому я обращаюсь. Раз я обращаюсь к кому-то, я каким-то сервисом на нем расположен, собираюсь воспользоваться, этот компьютер для меня кто будет? Раз он мне что-то дает. сервер. Вот это вот и будет имя хаста имя сервера там написано, да? Имя компьютера конкретного. А вот это все перечень тех доменов, в которые он вошел. Вот если здесь говорить, вот этот компьютер, который называется FTP, ну, как подумал или что, наверное, это FTP сервер, да? Тот, который дает мне возможность какие-то файлы качать. Вот он будет иметь имя FTP.ZIL.MT.RU, а вот эту точку ставить уже не буду, не обязательно. Вот это вот называется полное доменное имя. Когда проходится вот вся эта система, вся эта древовидная иерархическая система именования компьютеров. Помните, я сказал, что имя, которое присваивается к компьютеру при установке системы, она используется и для образования на BIOS имени, и для образования доменного имени. Так вот, то, что мы присваиваем компьютеру во время установки, в качестве имени хаста используется в DNS имени, и если это имя, которое мы присвоили, меньше, чем 15 символов, оно полностью будет использоваться как имя DNS. Просто к мину добавится, помним, там 16-й специальный символ, который подчеркивает сервис, использующий это имени. А если больше, чем 15 символов, просто будет отрезано первые 15 символов, остальное все будет отброжено. Имя хаста, а это всего лишь разделитель, который, собственно, говорит, вот этот переход, где происходит, от одного уровня иерархии к другому уровню иерархии. Не входит. Коллеги, идея, смысл понятен? Вот как этим компьютерам имена присваиваются? Давайте вот что сделаем. Давайте мы с вами сейчас просто возьмем и посмотрим, а где в операционной системе вот это все посмотреть можно? Вот установили операционную систему. Посмотрите, я что говорю? В операционной системе Windows 10, если во всех предыдущих версиях, окошко появлялось, и мне говорили, Николай Михайлович, присвой компьютеру имя. В операционной системе Windows 10 терпение присваивается автоматически. Абракадавра, десктоп, потом тире, а потом генератор случайных чисел. Но тем не менее оно присваивается. А что присваивается? Давайте посмотрим, что присваивается. Коллеги, я не стану сейчас это делать в реальной операционной системе, но как всегда просто так будет удобнее. С грешотики. Открыл проводник, щелкнул в любой операционной системе, это можно сделать. Специально показываю способ, который для любой системы годится. Windows 7, Windows 8, Windows 10. Проводник открыл, по компьютеру щелкнул правой клавишей, контекстное меню появилось, выбрал здесь свойства, увидел свойства системы, увидел имя компьютера. Полное имя. Это уже полное вот это самое DNS имя. А если меня не включали, не регистрировали в доменные системы, у меня просто его и не будет. И полное имя будет с чем совпадать? С именем компьютера. Смотрите, я специально здесь его нарисовал. Это имя. Больше, чем 15 символов. Но имя компьютера я вижу какое. Вот все, что я ему задаю. Больше, больше. Я это до 100 в два раза повторил, и у меня получилось больше, чем 15 символов. Имя компьютера. Изменить параметры. Вижу вот это полное имя. Изменить. Полное имя. Вкладочку. Дополнительно. То есть кнопочку дополнительно щелкнул. А вот посмотрите, из этого имени какое имя сформировалось. Нет биосами первые 15 символов отрезано было. Там слово десктоп, то есть слово десктоп два раза повторено, а вот эту абракадабру отрезали. Я вот здесь вот мог добавить, посмотрите, вот так называемый DNS-суффикс. DNS-суффиксом что называется? Вот если на полное имя компьютера, полное доменное имя посмотреть, вот это имя хоста, имя конкретного компьютера, а все, что правее, это все называется DNS-суффик. По сути, это перечень тех доменов, которые этот компьютер входит. Смотрите, понятно, что говорю? Мы обычно не присваиваем этот DNS-суффик. Как бы в домашних условиях и так работаем, да? А иногда для решения некоторых специальных задач надо обязательно компьютеру вот этому имени хоста вот этот DNS-суффикс присваивать. Вот, например, могу такой пример привести. У меня в лаборатории в МГТУ имени Баумана все компьютеры работают с сетевой версией. Автокад, сетевая версия на сервере установлен. Соответственно, когда запускается автокадовский клиент, он должен зарегистрироваться на этом сервере, где установлен автокадовское программное обеспечение. И чтобы вот этот вот сервер найти для всего МГТУ, он может быть один-единственный. Все компьютеры в МГТУ расположены. Сколько там компьютеров Вася может быть? Имени хостов. Да море. Я у себя в лаборатории сделал Вася, а соседний заведующий лабораторий у себя тоже компьютер Вася назовет. У нас будут имена хостов одинаковые. И мы все возьмем и вот эти вот доменные имена, доменные суффиксы разные пропишем, чтобы мы в итоге приходили, все-таки обращались к разным компьютерам. То есть я повторяю, здесь можно придумывать несколько таких примеров каких-то, но вот в домашних условиях обычно мы этот параметр не указываем. Но видим. Вот если бы я здесь что-то написал, вот здесь в качестве полного имени я бы увидел точку, а потом то, что я дописал там. Понятно, что говорю, коллеги? Так, ну вот это, собственно, те имена, которые присваиваются нашим с вами компьютерам, и которые во время работы используются. Здесь я вам то же самое показал, как все это можно посмотреть в командной строке, ну в графическом интерфейсе, там в окошках пощелкал мышкой одно, а другое дело, что в командной строке, в интерфейсе командной строке это тоже можно посмотреть, что я здесь делал. Запустил командную строчку, и для того, чтобы посмотреть имя хоста, очень простая команда хостнейм. Вижу то же самое, что там в оконном интерфейсе. А чтобы посмотреть, какие на биосиминах различные сетевые сервисы, реализованные в моем компьютере, используются. Ну если вот мне мало было того, что я там в окошке увидел. Специальная команда NBT-STAT-N. И вот мне показывают вот эти вот на биосимина. 15 символов и 16-й вот этот специальный служебный символ, который добавляется для того, чтобы один сервис можно было от другого сервиса отличить. Имена у них символи не одинаковые, но все-таки это сервисы разные. Так вот, задача какая? Задача по известному символному имени определить IP-адрес. Это одна из основных задач, которые решаются при работе в сетях. Еще раз говорю, человек, обращаясь к удаленному компьютеру, символьное, удобное имя использует. А IP-протоколу, который будет связь устанавливать, нужен IP-адрес. Так вот, существует несколько технологий разрешения, которыми мы с вами сейчас и займемся. Посмотрим, ну, по крайней мере, опять-таки, с точностью до идеи, до смысла. Разрешение имен в сетях, работающих на компьютерах, работающих в сетях под управлением операционной системы Windows. Последовательность, какие технологии используются, какие методы используются, чтобы в итоге ими разрешить. Вот посмотрите, в современных операционных системах сначала используются технологии разрешения ДНС имен. Если ДНС имя не разрешается, то не разрешается, значит, не устанавливается, не находится IP-адрес. То дальше работает технология, которая называется LL-MEN-R. Сейчас что это такое, я вам расскажу. Если здесь ничего не пролучается, то тогда, в последнюю очередь, вот те технологии, которые соответствуют разрешению ДНС имен. Вот в такой последовательности сейчас это используется в современных операционных системах. Сначала ДНС, но опять убежал слишком далеко, да зря я это сделал, извините, коллеги. Пойдемте последовательно. Сначала ДНС, значит, для разрешения ДНС имен опять-таки нескольких способов используется. Первое, что происходит. Вообще говоря, за разрешение ДНС имен отвечает специальная служба, специальный сервис, который входит в состав майкрософтовской операционной системы. Эта служба называется служба ДНС клиента. ДНС клиент. То есть, когда я где-то в строке адреса укажу имя, к которому хочу обратиться, запускается служба ДНС клиента, и она, эта служба, эта программа пытается установить IP-адрес, соответствующий этому имени. Как это происходит? Служба ДНС клиента создает, поддерживает в оперативной памяти кэш ДНС имен. То есть, я написал, обращаюсь там к ВВВ специалистру, а я уже не первый раз обращаюсь. Я, например, несколько там, некоторое время назад к этому же адресу обращался. Так вот, для того, чтобы сделать все побыстрее, служба ДНС клиента поддерживает в оперативной памяти так называемый кэш ДНС имен. То есть, она сделанное разрешение, и там временно запоминает на определенный промежуток. Понятно, о чем говорю? И, соответственно, если это идет не первое обращение, а там уже какое-то повторное, то IP-адрес, соответствующий этому имени, прямо из оперативной памяти достается. То есть, это самый-самый быстрый способ разрешения имени достать нужный IP-адрес из оперативной памяти. Кэш ДНС имен мы с вами, существующие на нашем компьютере, всегда можем посмотреть. Это полезно иногда бывает. Используется для этого команда IP-конфиг вот с таким вот специальным параметром дисплей ДНС. Посмотрите, коллеги, что я здесь делал для примера. Я в командной строке при помощи команды ПИНК. Команду ПИНК, наверное, многие из вас знают, если не знают, я расскажу буквально два слова. Команда ПИНК позволяет проверить возможность установить связь с каким-то удаленным компьютером. И вот я при помощи команды ПИНК здесь просто взял и проверил, я могу с сервисом, с сайтом, с сервером, веб-сервером Яндекса установить связь. И я его пропинковал. Я к нему обратился. Посмотрите, служба ДНС клиента запустилась, и она вот эта имечка и соответствующий ему IP-адрес в кэш ДНС имен прописала. То есть, как только я сделал это, я тут же вдогон вот такую команду увожу и вижу, что у меня в этом кэше этот IP-адрес уже прописан. Я не понимаю, что говорю? Кэш. Самый быстрый способ. Но чтобы в кэше что-то появилось, надо к соответствующему имени обращения произвести. Но, это еще один момент. В операционной системе, любой современной операционной системе, которая работает со стеком TCP, IP, то есть используя IP-адресацию, создается специальный текстовый файл, называется файл хостс. Очень простой текстовый файл. В этом текстовом файле вот эти разрешения мы с вами можем вручную прописывать, писать IP-адрес и соответствующее ДНС имя. Все, что находится в файле хост при включении операционной, при включении компьютера, при старте операционной системы, из файла хостс забирается и прописывается вот в этот самый пэш. То есть я могу вручную наполнять пэш, прописывая какие-то разрешения в файл хост. Это непонятно, что говорю? Более того, ну вообще говоря, файл хостс, где находится, вот здесь все это написано, это вы посмотрите в презентажке. Вот посмотрите, пинг, IP-конфиг, дисплей ДНС, а вот теперь я иду там, где находится файл хост, он находится, ну там написано в папке это простой текстовый файл, его блокнотиком открываю, и я сюда пишу, что IP-адрес Яндекса это не VVV специалист, не VVV Яндекс.ру, а что это? А это ZZZ. как думаете, что у меня в итоге будет? Кстати, вот это ради интерес я даже могу здесь попробовать. Ой, красота какая, куда пришел? на Яндекс. Откуда Регатрис был взят? Из кэша, а в кэше он как-то появился. Нет, из файла хост это туда было переписано, из файла хост, из этого текстового файла. А? Вообще, как только операционную систему у вас загружается, есть файлхост, вы туда какие-то соответствия прописали, они тут же берутся оттуда и в кэш запихиваются. Как только я в файлхост, у меня уже работает операционная система, как только я в файлхост что-то прописываю и говорю сохранить, у меня сразу из этого файла в кэш вот эти добавленные мой записи тут же тоже прописываются. То есть файлхост это ручное формирование вот этого самого кэша. Кэш это самый быстрый способ, это вот это всегда под рукой, это оперативная память. Я быстро прихожу, узнаю, какой IP-адрес там используется. Ну, вот смотрите, в этой операционной системе, где я вам эту презентажку показываю, просто что-то подобное файлхост существует. Так, ну, смотрите, я когда вот это вот в файле хост прописал, щелкнул файл, сказал сохранить, тут же вдогонку сделал дисплей DNS, и я, собственно, вот этот ZZZ, там дисплей DNS это отображение кэша, я в кэше вот это вот увидел. Это то, о чем уже много раз сказал. Значит, это первое, это использование файла хост и соответственно использование кэша, так правильнее говорить. Если в кэше ничего нет, вот тогда начинают работать DNS сервера, помните, мы с вами говорили, в каждом домене создается DNS сервер, специальный компьютер, который хранит базу данных, соответствие, ну, коллеги, если совсем, совсем в натяжечку, что-то очень похоже на файлхост, только, естественно, гораздо, гораздо больше там информации. вы когда пойдете заниматься серьезно сетевыми технологиями изучать обеспечение работоспособности майкрософтовских сетей, значит, вас майкрософтовцы первое, что научат, ну, не первое, второе, чему вас научат создавать у себя в сети DNS сервера. Пойдете заниматься UNIX-подобными системами, UNIX-соиды вас, второе, как так же, как и майкрософтовцы, чему научат создавать у себя в системе в Linux создавать DNS сервера. Почему говорю второе, потому что первое, чему они вас научат DHP сервера создавать. Что такое DHP сервер, вы ко мне придете на курсе, я вам расскажу. Сейчас нас пока эта тематика не интересует. Так вот, DNS сервера создаются, DNS сервера содержат базу соответствия IP адресов и нетбил, извините, и DNS имен я написал в запросе в строке www.specialist.ru нигде этого разрешения нет, нигде это я что имею ввиду? В кэше нет. Соответственно, раз нет в кэше, то и соответственно в файле хост тоже нет. Это понятно, из файла хост все туда переносится. Все, начинают работать разрешения имен при помощи DNS серверов. В настройках протокола, в параметрах настройках протокола TCP IP вы знаете, адрес DNS сервера определяется, коллеги, но если вы не знаете, как настраивается это, приходите, не за 40 же, 5 минут все, да, приходите ко мне на курс, я вам расскажу, как все это делается. Соответственно, идет обращение к тому DNS серверу, IP адрес которого вы описали в настройках протокола TCP IP на вашем компьютере. А там база данных соответствия вот этих самых адресов и имен. Если он знает, он вам тут же ответит. А если он не знает, тогда что? Тогда он начнет спрашивать последовательно у каждого DNS сервера домена более высокого уровня иерархии. Начнет, вот я напишу ВВВ специалисту у себя вот на своем компьютере. Он спрашивает у DNS сервера, который описан в настройках, какой IP адрес соответствует ВВВ специалисту, а он не знает. У кого пойдет узнавать? Пойдет узнавать у DNS сервера, созданного вот в том самом-самом верхнем домене, в корневом домене. Там существует 13 DNS корневых серверов и разрешение начнется оттуда. DNS сервер спросит у корневого, какой IP адрес у ВВВ специалисту, он скажет, я не знаю, но что он знает? Он знает IP адрес DNS сервера домена домена ру, не, я не знаю, спроси у DNS сервера домена ру. у DNS сервера домена ру спрашивает, какой адрес соответствует ВВВ специалист ру, он не знает, но он что знает? Он знает DNS сервера домена специалист, который где создан? Вспоминайте вот эту вот иерархическую структуру домены вложенные, он знает DNS сервер домена специалист, но компьютер с именем ВВВ входит в домен специалист, поэтому этот ответит DNS серверу написанному в настройках, а этот уже ответит этому компьютеру. А этот компьютер это еще где запомнит у себя в кэше, чтобы в следующий раз ничего этого вопроса не затевать. Кстати, вот этот DNS сервер тоже может у себя в кэше вот эти сделанные разрешения запоминать. Это как настраивается DNS сервер, его можно настраивать на кэширование, можно не настраивать на кэширование, этому вас научат на вот тех вот тех же курсах по администрированию конкретных сетевых операционных систем. С этим понятно? Понятно. Теперь смотрите, DNS не помогло. Дальше начинает работать новая технология использования протокола LinkNock Local Multicast Name Resolution. Новый протокол, новый способ разрешения имен, который появился, ну вообще, если говорить о наших с вами операционных системах, появился в операционной системе Windows Vista. В Windows Vista появилась возможность использовать шестую версию протокола IP. А для того, чтобы шестая версия протокола IP работала, ей надо было дать какую-то специальную возможность устанавливать соответствие между именем и IP Ades 6-ой версией. И вот для этого был разработан такой специальный протокол, называется LinkLocal Manner LinkLocal Multicast Name Resolution. В операционной системе до Vista такого способа не существует. Во всех современных, начиная с Vista 7-ка все это есть. Как работает? Ну, вообще говоря, если на пальцах работает очень просто. Посылает запрос мультикастовый запрос. Мультикаст это означает от одного к нескольким сразу. Мультикастовый запрос в котором говорит «Эй, те, к кому я обращаюсь, кого из вас зовут Вася? скажите, какой у вас IP-аркес». И, соответственно, компьютер, который в этом запросе распознает свое имя, в ответ пришлет интересующемуся субъекту, в данном случае, протоколу LMR IP-аркеса. Ну, соответственно, раз это появилось, то, естественно, изначально как бы все задумывалось для обслуживания в первую очередь шестерки, но потом этот протокол естественно скажет «А что? Четверка пусть тоже этим способом будет разрешать свои имена». И, соответственно, для четвертого протокола этот способ тоже используется. Понятно, коллеги? Понятно. Не сумел разрешить, он при помощи этого, давайте будем говорить, относительно новой технологии, да, при помощи протокола LL-MNR не разрешил, тогда начинает работать технология разрешения соответствующая NetBIOS. Вот так, коллеги, чуть-чуть вперед забежал. Кстати, Pinguet Desktop, Pinguet, видите, какое длинное имя Pinguet, имя больше, чем 15 символов, то есть Pinguet имя хоста. NetBIOS с такими именами работать не может, то есть разрешение имен, о котором я вам сейчас буду рассказывать, вот это имя определить бы не смогла. Понятно, что говорю, да? Но в ответ это приходит и IP-адреса мне показывают, причем обратите внимание, Pinguet его, у меня Pinguet проходит и по шестому протоколу, вот здесь вот описаны адреса в шестой версии, и по какому протоколу, то есть вот это LL-MNR и для того и для другого протокола работает и по этому длинному имени разрешает адрес, определяет адрес. Значит, если это не сработало, то тогда начинают работать технологии, реализованные очень-очень давно, реализованные еще в NetBIOS, значит, я написал вот это длиннющее имя, что произойдет? от этого длиннющего имени отрежут 15 символов первых и обслуживать разрешение будет специальный протокол, который называется NetBIOS поверх TCPIP, вообще говоря, протокол NetBT он называется. Как он работает? Ну, во-первых, вот точно так же, как распознаватель DNS, NetBIOS протокол, NetBT протокол, NetBIOS поверх TCPIP, создает кэш NetBIOS имен, то есть тех имен, которые он уже разрешал. Ну, понятно, оперативная память, это очень мудрый, это самый быстрый способ. Соответственно, просматривается кэш, кэш можем всегда сами посмотреть при помощи вот такой вот команды. Другое дело, что в ваших системах разрешение NetBIOS вообще дело может не доходить, потому что два предыдущих способа DNS и LL MNR они уже сами это сделали. В современной системе вот работаем здесь на курсе введения в систему сетевые соседние компьютер пингую, обращаюсь потом, смотрю в кэш NetBIOS имен, а там пусто, а почему? А потому что разрешение сделала LL MNR, вот эта технология, этот протокол, то есть до этого вообще дело не доходить. Но тем не менее, если вдруг там не получается, отрезается первых 15 символов и начинается поиск кэши NetBIOS имен, его можно посмотреть. Если в кэше NetBIOS имен ничего не находится, тогда можно в операционных системах, в сетях современных настраивать специальные так называемые ВИНС сервера. Коллеги, это сейчас мало кто делает. Мало кто делает, ВИНС сервер это что-то очень похожее на DNS сервер. ВИНС сервер хранит соответствие между IP адресом и NetBIOS именем. DNS сервер что хранит? IP и DNS имя, а ВИНС IP и NetBIOS имя. Значит, можно вот такой сервер создать, я не думаю, вас может быть даже и не будут на курсах сетевых учить сейчас создавать эти ВИНС сервера, такая, ну совсем уже умирающая технология. Мы вообще с вами сказали, что NetBIOS умирает потихоньку, да? Ну вообще говоря, его можно в свойствах протокола TCP и этот ВИНС сервер определить. Вот уверяю вас, вы сейчас зайдете дома, посмотрите, вы здесь не увидите точно так же ничего. Ну фактически уже совсем уже не использующиеся технологии. А дальше широковещательный запрос. Широковещательный запрос это вообще от меня, одного ко всем вам. Эй, хосты, кого из вас зовут Вася? Вы посмотрите, вас спрашивают, значит в ответ пришлете IP. Нет? Ну, значит IP не пришлете. То есть широковещательный запрос, если широковещательный запрос ничего не определил, тогда текстовый файл LM-хост можно использовать. Используется, но помните файл хост? файл хост содержит соответствие между IP-адресами и DNS-именами, а файл LM-хост должен содержать соответствие между IP-адресами и NetBIOS-именами. Но если файл хост есть в любой современной операционной системе, файл LM-хост отсутствует стандартно, есть файл, который называется может быть вам сейчас плохо видно, я еще две минуты вас продержусь, подержите пожалуйста, надо тематику закончить. Есть файл, который называется LM-хост сам, вот он здесь, посмотрите, LM-хост сам, сам это сэмпл, это пример, это текстовый файл, вы его откроете и увидите там инструкцию, как надо формировать, как надо создавать файл LM-хост. Так вот, я сам на основе вот этих сведений взял и создал файл LM-хост, вот здесь вот, вот я его открыл, что я туда прописал? Я прописал, что хост с именем, то есть, извините, с IP-адресом 192.168.1.110 оказывается зовут юзер, это значит, что я по этому имени к этому хосту могу обращаться, а этот хост между прочим сам не знает, что к нему можно обращаться как к юзеру, знаете, я ему такую кличку придумал, прописав это в файл LM-хост. И вот я это все сделал, сохранил, а потом я юзер пропинговал, и у меня, посмотрите, пинг отработал. А раз это было разрешение имен каких, на это бирус имен, то соответственно этот юзер тут же куда попал? Попал в кэш, нет, в файл LM-хост он не попадет. В файл хост он не попадет, а в кэш он попадет. И вот я смотрю МБТ-стат, С, кэш просматриваю. И вот вижу, что там еще 62 секунды этот юзер будет находиться, а потом через 62 секунды надо оперативной памяти променять, она оттуда вычеркнется, и опять все то, о чем мы так что с вами говорили. Вот, коллеги, такие технологии используются для разрешения имен в современных операционных системах. Ну, как всегда, 45 минут совсем-совсем мало рассказать хочется побольше, естественно, может быть чуть-чуть сумбурно, вы меня за это извините, но все-все более подробно и менее может быть сумбурно. Вот в этой презенташечке я все постарался последовательно описать. Заберите презенташечку и почитайте. И всех вас с огромным удовольствием жду на курсе. Это терминология NetBIOS в приложении к имени. Это определение противоположность DNS, которая указывает на более первичный уровень. Программы NetBIOS как таковой нет, нет? Это то, что мы сегодня БИОС проходили. Вы можете нет, нет, нет. Это просто определение. Это просто совпадение терминов. БИОС мы с вами сегодня говорили о БИОСе материнской платы, о том, что находится в ПЗУ. Мы с вами сказали, что такое БИОС? Я вам сказал, это набор каких-то программ в этом ПЗУ написанное, а в данном случае NetBIOS. Это опять набор каких-то программ. Но это что за программы? Это программы, которые программисту помогают писать сетевые приложения, программы, которые работают в сети. Здесь просто буквально поднимается, оно нищим не есть. Нет. Это просто более первичное. В отличие от совпадения терминологии. Набор программ. Basic Input Output System. Здесь программы какие, которые дают возможность сети работать, а там программы какие, которые дают возможность по большому счету операционной системе стартануть. Если так, на пальцах об этом говорить. Так, коллеги, еще раз всем огромное спасибо за внимание. Приходите, пожалуйста, ко мне на курс, который называется Основы сетей, сетевые операционные системы, практикум Wi-Fi. И мы с вами будем в течение не очень большого времени в течение 16 академических часов говорить о сетевых технологиях. Будем говорить о том, что вот здесь вот у меня в презентажке описано, какие вы знания получите, вот все, что здесь написано, обо всем об этом мы на том курсе поговорим.